Начал смотреть, кто идёт против меня, кто меня колоть будет. Я-то мальчишка, понимаешь? И ты знаешь, как мне не повезло. Я увидел против меня, шёл немец. Ну, почти двухметрового роста. Крупные черты лица. Лицо у него было перекошено какой-то ужасной гримасе. То ли от страха, то ли от этого самого. По-моему, он был уже немножко пьян. Рот у него был так перекошен. И вот отсюда у него, значит, до подбородка текла слюна. И здесь на подбородке у него даже капли слюны-то и висели. Ну, такая у него была страшная рожа. А я как мальчишка, я его испугался. Испугался. Я совсем забыл, что я его тоже должен колоть. Что у меня тоже в руках есть оружие, которое мне должен его колоть. Когда мы сблизились с ним вот так, как с тобой. И он, значит, сделал движение винтовкой своей со штыком этим. Кинжалом, чтобы меня уколоть. Я когда ударил его, так у меня карабин проскочила. Мушка карабина между ребрами проскочила аж на ту сторону. И я не мог долго выхватить, не мог карабин. Немец, который набежал следующим на меня, когда увидел эту картину, разворачивается, прикладом меня бьет сюда вот в челюсть. Это я так долго рассказывал. Там все это было мгновенно. Это все там секундами все это дело было. Когда он меня сюда ударил, у меня челюсть вот здесь была. Я вот здесь видел свои зубы. Вот здесь. Меня выручил мой Андрей Гордеевич Посудка, который подвернулся под руку. Убил этого немца. Помог мне вытащить мой карабин. А потом, когда увидел, что у меня челюсть здесь, он недолго, думая, справа разворачивается, как врубил мне справа. И челюсть у меня хряпнула и на место встала. Я ее тогда зажал, и больше я уже ни ура не кричал, ничего, потому что я боялся, что у меня челюсть снова сюда на место выскочит, понимаешь? Так я и прошел до конца этого рукопашного боя. Но зато я узнал, что заколоть человека не составляет большого труда. Я дальше уже колол так, сделаю небольшое движение, я как будто и не дотронулся до противника, а он уже падает. Тогда только я понял, как мало надо для того, чтобы убить человека. Как это мало нужно. Ну, что поделаешь. Рукопашный бой. Долго рассказывать. А в действительности все это происходит настолько мгновенно. И ты понимаешь, мысль, сознание работает настолько моторно, быстро, разворачивая ситуацию, раскрывая картину и подсказывая тебе, что тебе нужно делать, для того, чтобы как-то спасти свою жизнь. Это трудно тебе рассказать словами. Это настолько мгновенно. Ты видишь, перед тобой какая-то сразу ситуация сложилась. И уже решение. Уже решение готовое у тебя в голове. Ты знаешь, что тебе делать, как тебе поступить. То ли тебе стрелять, то ли тебе, понимаешь, колоть, то ли тебе отойти в сторонку. В общем, это явление необыкновенное. Необыкновенное. Кто хоть один раз был в рукопашной, тот помнит ее на всю жизнь.